Михаил Хазин. Мысли вслух о ситуации в рыболовной отрасли. В бытность моей работы на государственной службе, да и потом иногда тоже, мне приходилось рассматривать множество документов, которые должны были обосновать абсолютно невыгодные для государства, но крайне интересные для лоббистов решения. Мне при этом показалось, что в последнее время их стало как-то меньше, и или они стали не такие наглые, но на днях я наткнулся на потрясающий документ с поэтическим названием «Крабы. Возможные пути к распределению квоты» и на меня так пахнуло 90-ми годами, что аж поплохело. Для начала несколько слов в объяснении. В 90-е и начале нулевых в рыболовецкой отрасли все было плохо, квоты продавались на аукционе. Затем ввели другой способ распределения квот. Сегодня называется исторический принцип, который и дал существенный рост отрасли. И в настоящее время делаются попытки вновь ввести аукционы. Все в отрасли знают, кто за этим стоит. Желающие могут поискать в интернете, с точки зрения общего подхода это не принципиально. Все понимают, что эти кто-то хотят сорвать быстрый куш. Все понимают, что для отрасли это будет плохо. Но тем не менее, агентство по рыболовству родило выдающийся документ, который я и хочу прокомментировать. В документе пытаются дать экономический эффект от разных подходов. Исторический, 50% с аукциона, 100% с аукциона. Качество этого анализа феноменальное, об этом чуть ниже. А пока несколько общих слов. Прежде всего, продажа квоты с обязательством построить корабль гроша ломаного не стоит. Напомню, что вся приватизация в стране шла под обязательство инвестиций в приватизированное предприятие. И что? В смысле, где? Через 5, 10, 15 лет, как говаривал Хаджан Асредин, или шаг, или ишак, или я умру. И с кого тогда спрашивать? Те, кто будут участвовать в аукционах, хотят в будущем зарабатывать. А надеяться, что они еще и отдадут деньги на строительство кораблей, наивно. В лучшем случае нужно будет подождать, пока деньги вернутся. А это может произойти или в процессе вылова крабов. Кто их, кстати, будет ловить? Те, кто и ловил, только за меньшие деньги, так как владельцами квот будут другие. Или же эти квоты будут проданы. А это уже квотные рантье. Так что, с большой вероятностью, крабов у нас будут ловить иностранцы, у которых уже не так просто будет эти квоты отобрать, без угрозы попасть уже на западный суд. Есть еще одно основание считать, что корабли никто закладывать не будет. Дело в том, что даже очень влиятельные лоббисты понимают, что контролировать ситуацию 15 лет они не смогут. Ну или хотя бы 5, сколько строится кораблей. Значит, могут прийти новые лоббисты и все переиграть? Нет, уж коли правила игры изменятся, никто в долгосрочную игру играть не будет. Квоты будут быстро перепродаваться и никакие лишние затраты производиться не будут. Количество рабочих мест в отрасли уменьшится. Судостроители из-за отсутствия заказов налоги платить не будут. Государству придется заниматься социальным обустройством рыбаков, с учетом того, что и зарплаты у них упадут. Причем, чем больше квот будет продано на аукционе, тем больше упадут. Наконец, старые добытчики, которые получали кредиты на пополнение оборонных средств и на строительство кораблей, которые они-то как раз заказывали, эти кредиты вернуть не смогут, что есть чистые убытки для экономики государства. Теперь несколько слов о самих расчетах. Почему-то в них не считается, что ВВП страны растет от того, что заказываются корабли. Реально заказываются. Но вот в расчете варианта продажи квот с аукционов увеличение ВВП от строительства кораблей отмечено. С замечанием. С учетом обязательств под строительство кораблей. То есть, по мнению лоббистов, реальное строительство ВВП не увеличивает, а виртуальное обязательство увеличивает. Феноменальная наглость. Я такого даже у прихватизаторов из гос. имущества не встречал. Ничего не говорится в документе о потерях экономики из-за лишения квот тех, кто добывает краба сегодня. Ведь те квоты, которые планируется выставить на аукцион, не с неба берутся. Там, где написано, что в аукционных вариантах бюджет получает жирный плюс, однако при всем желании я его не нашел, нужно бы написать и не менее жирный минус. Вообще, по прочтении документа складывается ощущение, что его авторы имели в виду ситуацию, описанную в известном анекдоте про устройство на работу летчика. Вы умеете летать? Да вы что, я и высоты-то боюсь. А сколько вы хотите получать? 900 тысяч. И зачем вам столько? Ну, во-первых, 300 вам, 300 мне. Ну, а за 300 будет летать немец. Он же согласен летать за 300. В расчетах явно видно, что их авторы завидуют рентабельности отрасли и хотят снять с нее сверхприбыль. Они не понимают, что такое строительство кораблей, они не понимают, что такое банковские кредиты, которые нужно отдавать. Они видят только высокую рентабельность, и у них просто слюна капает. Беда в том, что если квоты начать продавать на аукционах, то те, кто сегодня работает в отрасли, не пойдут на работу к новым владельцам квот на низкую зарплату, а условия работы ухудшатся резко, поскольку, как я уже отмечал выше, новым владельцам нужно будет быстро отбивать затраты. То есть отрасль снова уйдет иностранцам, и ВВП страны в целом упадет. Да, при этом доходы в бюджет на первом этапе единомоментно вырастут, но довольно быстро уйдут в минус, когда придется и социальные выплаты увеличивать, и доходы от производителей кораблей перестанут поступать, и банки начнут фиксировать убытки. В общем, можно отметить, что упомянутые расчеты – это Филькина грамота, предназначенная для того, чтобы формально прикрыть вопрос. Ее авторы не понимают экономики, не знают отрасли и написали заведомую чушь. Будем надеяться, что усилия лоббистов на этот раз не дадут эффекта, и экономике России не будет нанесен серьезный урон. Читал Павел Иванов специально для информационной сети Аврора. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова